К сожалению, не только в фильмах браво-огнеборцы вызывают пострадавших из горящего дома или автомобиля, вступают в опасную схватку со стихией, ведут борьбу с человеческой глупостью и беспечностью. Все эти спецэффекты реалии спасателей. Быть готовыми в буквальном смысле ко всему – их профессиональный долг. Без практики не обойтись. Профессионалы своего дела знают совершенствовать навыки и необходимость. Каждый год они тренируются на совместных встречах. Соревновательная составляющая прибавляет профессионального азарта. Без насыщенной борьбы за лидерство не обошлось и на нынешнем состязании. 18 команд общая дистанция включала 4 этапа. Для начала – полоса психологической подготовки. Далее смоделированы дорожно-транспортные аварии с деблокировкой пострадавшего и ликвидацией возгорания. Задачи третьего этапа усложнены ограничением видимости. Типовая ситуация – смоделировано пожар в подвальном помещении и, опять же, связанные мероприятия с деблокировкой пострадавшего. Там происходит в подвальном помещении поезд, разведка пострадавшего, затем его деблокировка и в последующий вынос в безопасное место на свежий воздух. Команда брестских спасателей с заданием справилась на отлично. Слаженная работа, отточенная техника, минимальное время, результат плюс в общую копилку баллов. Тут уже были какие-то элементы подготовлены и тренировались уже непосредственно на них. Что-то заменяли, тренировались для разных случаев, разных ситуаций. Надеемся, что все получилось. Какие самые сложные были испытания? Какие удались? Самые сложные – это был подвал со спасением пострадавшего. Там использовались различные спецэффекты, звук, что немного сбивало. А также маска была заклеена с непроницаемым элементом, что также ухудшало видимость. Для участия в таких соревнованиях уже по традиции отбирают лучших представителей районных отделов ПЧС. Главная цель – отработка наиболее типичных ситуаций. Лидеры по итогам всех испытаний проходят финал республиканских соревнований. О том, кому предстоит представлять Брещину, уже в столице Синекой определяло состязание и среди начальников смены. Соревнование между ними развернулось на другой состязательной площадке. Теоретическая часть – комплекс практических упражнений. Ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера. Работа в изолирующем противогазе и использовании специальных инструментов. Программа соревнований среди начальников «Карула» была насыщенной. Интригующим стал финал. Шесть с половиной лет я работаю. Что-то случалось, что-то перекликалось, что-то новенькое для себя открыли. На данных соревнованиях я выступаю первый раз, так как на данной должности я относительно не так давно. Мне интересно первый раз. Я наслышан, потому что сталкивался немножко с этим. Но в этом году я непосредственно участвую. Мне интересно показать себя, сравнить себя с другими участниками. Опыт участия в соревновании спасатели применят в своей профессиональной деятельности, испытав силы в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Они четко определили, к чему следует стремиться. Высокую планку на будущий год поставили перед собой и победители соревнований 2016 – «Брестские спасатели» – команда пожарного, аварийно-спасательного отряда. А лучшим начальником смены стал представитель Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Не все с первого раза получается, так как хочется. Конечно, опыт приходит со временем. Поэтому, я думаю, в следующем году, если я буду участвовать, все будет получше. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.